добрый вечер в смысле добрый день но я имею ввиду доброе утро да дорогие товарищи как я рад вас видеть вы меня тоже я уверен рады потому что иначе вот все это выключили там переключились бы на какой-нибудь там шоу голос или как и другой квм ну я вас благодарю за то что вы здесь да за то что вы пишете комментарии я с удовольствием читаю и много думаю потом после прочтения напоминаю вам осуществление плейлистов потому что очень много пластинок уже показано мной обращайте внимание может быть то что вы хотели увидеть уже увижена многими другими а вы еще не успели ну и благодарю за материальную поддержку канала потому что это тоже очень приятно и полезно музыки много да музыка разная я люблю вообще музыку в принципе я стараюсь находить в каждой музыке что-то хорошее интересное иногда не нахожу вообще ничего например тут хвалили в комментариях группа ласковый май причем так серьезно серьезно мотивируя там чем-то даже я там не нахожу вообще ничего хорошего не знаю может быть я какой-то лишен понимания прекрасного ну тем не менее но вот а хорошая например группа хакин так как английская группа это третий альбом группы хакин the mountain называется что это такое ну вы знаете наверно да те кто не знает слушайте тогда это то что называется прогрессив рок а точнее даже страшным определением прогрессив металл прогрессивный металл что это такое я сам не знаю я не понимаю что такое прогрессивный металл ну тем не менее так критики это называют хакин the mountain такая вкладочка фотография артистов ну что я рассказываю все знаете что это за группа на самом деле mountain 2013 год все как один пишут если начинаешь читать какие-то рецензии все пишут что это вершина группы хакин вершина что значит что лучше ничего они не сделали ну дело в том что это 2013 год да прошло больше десяти лет уже и группа выпустила еще по моему четыре альбома после этого или три или четыре и дело в том что музыканты когда работают когда играют когда творят а это творцы это нормальные творцы то есть эти парни они не пишут радиохитов они не стремятся соответственно попасть куда-то там в дискотеке то есть не молотят так вот чтобы 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 девочки слушали в наушниках в эту музыку то есть этот люди которые занимаются творчеством они всяко хотят каждый следующий альбом сделать интереснее чем предыдущий что я имею ввиду я имею ввиду что я бы не назвал это вершиной группы хакин при том что мне эта пластинка дико нравится но есть и другие так что можно можно другие послушать и каждый для себя найдет вершину но тем не менее the mountain не зря называют вершиной потому что она она просто очень яркая разнообразная и очень неожиданная для группы которую определяют как прогрессив металл включайте первую песню ставите иголку да на первую песню и понимаете что это никакой не прогрессив металл потому что the path это такая красивая фортепианная баллада баллада не люблю я слово она выскакивает у меня постоянно потому что но я читаю же все время слушаю разговоры все баллада баллада рок баллада мне тошнит от этого от выражения рок баллада менях мне хочется блевать просто но тем не менее медленная красивая академичная очень песня сложная по мелодике но мелодия она сложная но она очень понятная очень внятная очень запоминающаяся эта мелодия она проходит через весь альбом иногда маленькими кусочками иногда в грандиозной обработки симфонической не смысле симфоническим оркестром а смысле все когда вся группа играет в мелодию аранжирует оркеструет да и она таким лейтмотивом идет до самого конца и бонус треком здесь the path unbeaten коротенькая пьеса это самая the path сыграно просто на фортепиано инструментальная версия такая просто как эхо от всего этого альбома не от первой песни the path а как послесловие и эхо от всей этой самой пластинки но еще один бонус здесь на уборе есть который рифмуется с произведением somebody ну до этого мы дойдем если дойдем вот эта самая the path она заканчивается и начинается атлас стоун и вот здесь наверно критики сразу и а а прогрессив metal то есть что это значит это значит что играет электрическая гитара вас барабаны клавиши двое клавиш да кстати здесь говорят и все это громко быстро со сбивками ритмическими и голос высокий поющий громко четко но не ревущий не хрипящий потому что рост дженнингский вокалист певец этой группы где-то мелькнула где-то в где-то мелькнуло что это лучший рок певец современности мне это смешно конечно слышать он великолепен рост джеймикс и он конечно я не знаю но можно назвать номер один это супер голос мало то что это супер голос он еще мастер он владеет голосом что давно немногим голосящим певцам голосить большого ума не надо на самом деле если есть природные данные если есть связки есть дыхание и это все вот голосить орать ну не надо большого ума для этого а вот научиться работать этим голосом это уже другая история это тогда человек становится певцом уже не просто вот он очень крут джеймикс конечно тут спорить нечем но весь материал написано ричардом хэншелл клавишником практически ну почти лишь говорить о том что все написал хэншелл это невозможно поскольку очень сложная музыка сложная партия у всех так конечно все вносили свой вклад безусловно тут ну так считается что мы вот этот самый атлас стоун грандиозен для тех кто любит то что называется прогрессив металл эти люди получат все вот этой песни все просто и и тебе вот это и вот это и ду-ду-ду-ду-ду и голос джеймикс а просто все 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 тут по полной схеме но люди когда пишут что это самое интересное это вершина творчество хакин сразу начинают обзревать пластинку с песни кокрошкинг кокрошкинг третья на первой стороне с двойник если что это чистый просто вот отсыл к группе gentle giant неожиданно и вот здесь дженнингс показывает все на что он способен настолько неожиданно интересно барочна средневеково как угодно можете называть если слышали джентл джайант если слышали там пластинку freehand например джентл джайв вот в ту сторону все причем так вот действительно неожиданно 2013 году такая такая музыка вокальная так это хочется сказать профессионально но этого определения мало для того чтобы описать то как здесь спета дженнингсом и всеми остальными потому что поют здесь все что приятно все музыканты этой группы все еще и поют и это такие так такой вот средневековый мадригал какой-то такой начинается при этом конечно не мадригал а все это с юмором еще все это так не праздник не со звериным таким оскалом серьезным а все это легко и и ну вот так вот такой все таки это рок-н-ролл да и неожиданно эта вокальная красота переходит в джазовый кусок инструментальный пошел свинг джазовый без духовых да не пугайтесь много я знаю что в комментариях людей есть которые ненавидят дудки в отличие от меня да ну вот это джазовая история басово-гитарная такая пошла красивая и потом все-таки ярлык прогрессив метал про проявляется вот это таскал звериный металла и финал все-таки так пошел да все хорошо но in memoriam на второй стороне короткая пьеса достаточно такая тоже сильно лирическая я бы сказал сильно лирическая потому что с группой все-таки все это сделано и because it's d вторая вещь которая вся сделана на вокале дженнингса конечно с участием других артистов но там такие гармонии вокальные большинство того что там сделано там все-таки вокодерные дела и они сделаны очень правильно потому что миксуется живой звук живые гармонии когда поют музыканты все поют певцы ну хором дан скажем так красиво как гармонизирует вот мелодию и потом включается вокодерные гармонии когда раскладывается голос один да там такой вот синтетический хор и все это замиксована очень красиво с большим умом с большим тактом и с пониманием того что ты делаешь что они делают это не просто вот синтетические хоры а синтетические с живыми все это сделано понятно что могут им в живыми спеть но по тембру по настроению нужно нужно синтетика так вот прекрасная вещь неожиданная да и понятно что да и люди слушали да это вершина творчества хакинга так такого еще никто нигде никогда не делал ну вот сделали очень здорово и заканчивается вся эта история foreign back to earth вот это еще более прогрессивно металлический чем атластоун тут уже все просто и причем такая фантазия музыкантов так такой такой композиторское недержание в хорошем смысле что в одну эту пьесу она длинная достаточно напихано столько всего и вокальные чудеса какие-то причем без без вот этого я говорю без без ора без крика ничего этого нет все спета пропета чисто здорово все по каждая нотка слышно все так хорошо и при этом очень живо не искусственно очень интересный там есть кусочек когда гитарист играет тэппингом аккордовый тэппинг такой на не на акустической конечно гитаре конечно на электрической но звук такой средний между акустикой и электричеством это не чистый звук это не то что берется гитара или там фендер да и чистым звуком играешь это дыро другое звучание я даю я думаю что это акустика конечно но она заобработана немножко под под общую палитру сделано ну вот этот вот аккордовый тэппинг очень там на месте ну опять-таки после громоподобных каких-то таких штук там тон-тон-тон-тон-тон вот эти вот эти вот аккордовые штучки потом раз опять понеслось дальше все безумно интересно хочется сразу слушать дальше и дальше мы слушаем ас-дэс эмбрейс из опять вспоминается the path первый номер фортепиано лирика пение дженнингса просто красота красотучие и что тут скажешь еще можно чего петь и вот эта удивительная песня под названием параидолия с восточными акцентами как справедливо замечают критики там есть восточные акценты кроме восточных акцентов там очень много тяжелого рока очень много поворотов интересных сольных партий есть кусочки такие как как будто играется музыкальная шкатулка такая детская которые были соскучить это такие чем это все сыграно и на клавишах и на гитаре и так все интересно здорово и вот эта самая восточная тема она заканчивается таким рифом из двух нот грандиозном который сметает просто все при этом риф из двух нот он ритмически все время меняется это не просто он все время ритмически по-разному играется и это полный улет я вам скажу в общем хаким это нечто это очень интересная пластинга 2013 год маунтин я пошел пить пока